Клинические случаи 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 узловые новообразования в брюшной полости, преимущественно располагающиеся возле петель кишечника и возле ободочной кишки, и в брюшеке тонкого кишечника, и в параректальной клетчатке. Кроме того, у пациента после момента проведения данного обследования в динамике наросла кишечная непроходимость и была наложена превентивная трансфер застома. И на тот момент, с учетом того, что пациент получил относительно недавно платину, содержащую химиотерапию, затем получил иммунотерапию, была проведена попытка первой линии стандартной лекарственной терапии препаратом Винфлунин, однако в последующем состояние пациента прогрессивно ухудшалось, нарастали симптомы эндогенной интоксикации, опухолевой интоксикации, и, к сожалению, в декабре 2021 года была констатирована биологическая смерть. Период общей выживаемости данного пациента составил 17 месяцев, и период безрецидивной выживаемости составил 12 месяцев. И аналогичный клинический случай, это пациент, которого анонсировал уже Александр Константинович, пациент 73-х лет, пенсионер, жил в деревне, однако в 2023 году был срочно госпитализирован в областную больницу в связи с развитием выраженного болевого синдрома в пояснице, признаками почечной колики, и пациенту был выполнен определенный перечень дообследований, в соответствии с которым была установлена картина поражения мочевого пузыря. По данным МРТ органов малого таза было установлено, что неравномерно утолщены все стенки мочевого пузыря, а также сужен просвет мочеточников, вследствие чего пациенту была выполнена двухсторонняя нефростомия. Пациенту выполнена биопсия данной опухоли, выполнено также гистологическое исследование, которое подтвердило мышечно-инвазивный рак мочевого пузыря, тоже плазмоцестоидный вариант с инвазией в мышечный слой стенки, и дополнено иммуногистохимическим исследованием. И мы видим опять херопозитивный рак мочевого пузыря, но здесь уже 3+. И в соответствии со стандартами при хертипировании этому пациенту не была выполнена фиш-гибридизация. 1 августа 2023 года был проведен онкологический консилиум в стенах нашего учреждения, и учитывая выявлен гистологический потип мышечно-инвазивного рака, отсутствие отдаленных вторичных изменений, а также сверхэкспрессия рецептора ХЕР-2, пациенту было предложено проведение комбинированной неодевантной терапии, а именно гемцитабинцисплатин, а также терапия, направленная на блокирование ХЕР-2 рецептора, терапия трастозумабом и пертозумабом с последующей оценкой эффекта. Максимальная оценка эффекта составила частичный регресс, то есть частично уменьшился отек и перифокальная инфильтрация вокруг всех стенок мочевого пузыря. Затем пациенту в феврале этого года мы выполнили роботоассистированную цистектомию с формированием или окондуита по бритеру. И обращаю ваше внимание на то гистологическое заключение, которое мы увидели у этого больного. Полный патоморфологический ответ как по первичной опухоли в стенках мочевого пузыря, так и 22 тазовых лимфатических узла без метастазов с выраженным липоматозом и поля грубого малоклеточного фиброза. То есть также патоморфологический ответ по удаленным лимфатическим узлам у этого пациента. И вопросы, которые я предлагаю для дискуссии с глубоко уважаемым президиумом, это первый вопрос, видите ли вы все-таки место в современной практике именно прецизионной терапии, то есть выполнение иммуногистохимических исследований, возможно молекулярно-генетического типирования, возможные опции для адювантной терапии у данного пациента с учетом того, что мы выявили патоморфоз опухоли. И третий вопрос, в случае все-таки прогрессии опухоли у данного пациента, назначение препарата выбора в первой линии терапии. Благодарю. Подожди, давайте ответим на вопросы Марии Владимировны. Елена Воронина, на Ваш взгляд, есть место подобного молекулярного тестирования у этих пациентов для оптимизации и интенсификации вариантов неадювантной терапии? – Хочу поблагодарить Вас за блестящий доложный клинический случай. Действительно, место для прецензионной медицины и диагностики существует. Вопрос, на каком этапе развития болезни мы должны ставить перед собой эти задачи и их реализовывать. На этапе неадювантного лечения, если мы планируем радикальную стратегию терапии пациента, то, наверное, вряд ли, потому что Ваше решение было у Флэйву. Вы где-то подкрепили свое решение клинкейсом или какой-то минимальной доказательной базой для того, чтобы реализовать эти планы. Есть серия разрозненных клинических исследований. В основном это серия кейсов, когда выполнялось типирование и назначалась именно антихир-2 терапия у этих больных. – Именно двойная комбинация, да? – Нет, нет, к сожалению, во-первых, подобные серии – это серии в основном метастатических пациентов, пациентов с мышечной инвазией, таких пациентов нет, это раз. Во-вторых, серии действительно далеко не все комбинированного лечения, а именно только тростезумаба. И это действительно другое дело, что мы провели консилиум, врачебную комиссию и в том числе еще решение антического комитета, мы это все подкрепили. Но при этом этот случай действительно интересен тем, что это не ортилляльный рак, это плазмоцидный вариант рака, именно по БЭТам и был этот клинический случай. А плазмоцидный вариант, он достаточно плохо реагирует на цесплатин, содержащую химиотерапию. И именно это и было посылом, наверное, для решения о назначении данной терапии. И действительно, мы искренне уявились, увидев полный регресс у пациента, как с минимумом Т3, Н1, причем во всех локализациях. Поэтому мы посмели бы представить этот клинический случай на обсуждение. Получится очень интересная публикация. Публикация уже почти готова. Но тем не менее, понятно, что это спорный случай. Здесь много есть вопросов и есть достаточно серьезные ограничения. Не факт, что это работал пимбролизумаб, тростезумаб и так далее. Коллеги, до сих пор идут дискуссии, транслируется ли достижение полного патоморфологического ответа в улучшении отдаленных результатов лечения и увеличении продолжительности жизни пациента. Там, где эта концепция реализуется, рак молочной железы, ряд других солидных опухолей, но, к сожалению, дискуссии до сих пор существуют. Ну, как минимум, мы знаем для рака мучевого пузыря, что полный ответ является благоприятным прогностическим фактором. Поэтому в этой ситуации мы можем надеяться и на улучшение других показателей выживаемости. Давайте еще более шокируем публику и скажем про адвивантное лечение. Да, мы этому пациенту назначили адвивантное лечение. Тростезумабом до года, я так понимаю. Тростезумабом до года, совершенно верно. Коллеги, позвольте немного творчества. Хорошо. Если бы вы не достигли полный патоморфологический ответ. И еще вопрос. Тростезумаб, по какой системе оценки вы осуществляли, прошу прощения за тавтологию, оценку лечебного патоморфоза? Какая система была использована? Тут затруднюсь ответить. Лечебный патоморфоз мы не оценивали, потому что действительно никакой системы нет. Ваш вопрос абсолютно справедлив. Но те морфологические признаки, которые морфологи описывают, по их мнению, это может являться свидетельством все-таки наличия поражения лимфатических узлов. Прошу прощения. Возможно, я что-то пропустила, но у вас прозвучало полный патоморфологический ответ. Если это зафиксировано, должна быть осуществлена оценка по какой-либо из шкафов. Здесь такой вопрос очень интересный. Если это система РСБ, если мы проецируем хердва-позитивную историю и планируем что-то в дальнейшем выработать адювантную терапию, наверное, логично, здесь можно было попробовать применить систему РСБ. И поставить заключение итоговое по РСБ. Если лечебный патоморфоз реализовался не в полной мере, мы могли бы, в свою очередь, опять спроецировать историю рака молочной железы и усилить, это уже творческие рассуждения, адювантную терапию, назначив конъюгат тростозумапом танзин. Абсолютно справедливое заключение, но на самом деле мы не оценивали ни по какой системе патоморфоз, как таковой лечебный. При этом надо отдать должное Марии Владимировне, она большой в этом специалист, потому что в ее кандидатской диссертации разработана методика патоморфоза для рака предстательной железы, например, в дювантной терапии. Поэтому она знакома с этой темой. Но здесь не стояла такой задачи. По сути, мы имеем просто факт отсутствия живой опухоли в том материале, который мы отдали морфологам. Единственное, что мы можем по этому поводу сказать. Во всяком случае, можно поставить эту задачу. Спасибо за комментарий. Попробуйте, да, это идея. И действительно, будет очень интересно понаблюдать, во что все-таки трансформируется вся эта история лечебная, куда выглядит траектория течения болезни. И, на мой взгляд, будет крайне интересным, если, не дай бог, пациент продемонстрировать прогрессию в ближайшее время, максимально постараться осуществить арабиопсию и все-таки еще раз попытаться провести иммунгистохимическое исследование. И если вы ничего не получите, может быть, посмотрите еще по градации Хердвалоу. Будет ли выявлена эта экспрессия или нет? Ну вот как-то спроецировать историю рака молочной железы. Спасибо большое. А можно вот еще Пётру Владиславовичу по первому пациенту вопрос. Возможно ли расценивать рак мочевого пузыря у этого пациента как радиоиндуцированную? Знаете, объем облучения был вне мочевого пузыря. Там был предпринят курс стереотоксической лучевой терапии, насколько я подразумеваю, только локально-представительную железу. И Екатерина Евгеньевна в своем сообщении в первой части конференции говорила о радиоиндуцированных опухолях, говорила о том, что риск порядка полутора процентов. И, как правило, мы говорим об радиоиндуцированном процессе сроком 10 лет и более. А тут у пациента развился второе злокачественное образование через два или три года. Это, мне кажется, на мой взгляд, лично мой взгляд, что это не радиоиндуцированный процесс. Хотя четких подморфологических каких-то критериев оценки радиоиндуцированного процесса, насколько я знаю, в настоящий момент нет. Мы как-то взяли очень крайние показатели. 10 лет – это, в общем, совсем запредельные цифры. Все-таки мы всегда говорим о 5-6, но максимум 7 годах. Нет, это другой пациент. Но, тем не менее, в действительности разные могут быть мнения, но, тем не менее, в литературе есть работы, которые показывают, что, может быть, даже через 3 месяца. И оценивают даже трехмесячные варианты. Поэтому однозначного ответа здесь, конечно же, нет, какой вариант опухоли. Но, тем не менее, плазмоцидные варианты – это достаточно агрессивная форма опухоли у артилляльного рака. Поэтому... Спасибо за внимание.